2280 км за 32 полета. Это примеры съемки лидарной, сделаны с нашего борта. Я понимаю, что времени мало, поэтому буду краток. Если какие-то характеристики интересуют, я потом могу дополнительно рассказать в кулуарах. Здесь внизу указано управление Iridium GSM радиоканал. Мы перешли на Iridium, это нам очень сильно развязало руки. То есть сейчас в любой точке земного шара мы контролируем бесплодник. И не только контролируем, но можем им еще и управлять. Здесь приведен пример налета пока не на лидаре. Это наша обычная работа, которую мы делаем у одного из заказчиков. Статистика по полетам. Так как у нас время полета дневное сокращено, то соответственно мы не использовали возможности бесплодника летать долго. Объекты там конечно есть удаленные, но в среднем получается так, что полезная траектория на порядка 60 до 70%. Мы часть времени полета тратим на то, чтобы долететь до объекта. И это еще вторая половина бензиновых бесплодников, что не нужно ехать туда, где надо летать. Тратя на это довольно достаточно большие деньги. То, что экипажи находятся в неудобных условиях, в полевых и так далее. Можно спокойно жить в нормальной гостинице, относительно дешевая, ездить на легковом автомобиле, который можно арендовать. В любом городе не нужен вездеход. И в общем это тоже вторая сторона использования бензинового самолета. По эвакуациям. У нас сейчас уже практически перестали быть падения, связанные с неисправностями. Все эти эвакуации вызваны только факторами, когда мы попадали в ситуацию непрогнозируемую. То есть это либо обреднение, когда самолет улетает на 200 километров, ему сложно вернуться. Так как мы обладаем длительным временем полета, мы соответственно сейчас строим траекторию полета вдоль дорог, и поэтому эвакуация становится достаточно простой. Мы можем себе это позволить не лететь напрямую через места, до куда очень тяжело добраться. Уже сталкивались с этим. Ну и вот еще у нас получается, очень ветер был приличный. Не рассчитал командир экипажа, полетел. И в общем одна эвакуация получилась такая, когда приходилось возвращаться. В январе-феврале погода улучшилась, влажность стала меньше, обледенение меньше. Хотя мы однажды обледнение поймали при минус 30 градусах. Причем оно при этом гораздо более прочное. То есть прозрачный абсолютно лед, чистый, тяжелый, на передней кромке крыльев, там сантиметра два-два с половиной. Как-нибудь на следующей конференции я подготовлюсь получше и покажу все эти фотографии ужасающие людей, которые знают, что такое обледнение. Это пример вчерашнего дня, полета 10 февраля. У нас практически в летные дни в месяц у заказчика примерно около 12-15. Соответственно, вчера летало три борта, время полета указано 8 часов 53 минуты, 7 часов 23 минуты. И длины траектории, которые указаны здесь, в данных, где мои, они всем корректны. То есть в среднем у нас путевая скорость где-то 85 км в час. Соответственно, умножить время на среднюю путевую скорость получится длина траектории съемки. Ну и мы базируемся в городе Лентор. Вот находится Сургут. Лентор где-то в 120 км, если по прямой. И мы от него летаем. Причем здесь я не указал трассы полета. Есть несколько объектов, в которые мы летаем примерно на 250 км от точки базирования и делаем там съемку. Это уже история про лидар. Собственно говоря, расположение лидара в нашем фюзеляже. Это чертеж расположения центров базового антенны относительно лидара и фотокамеры относительно лидара. Соответственно, все размеры приведено. Фотокамера здесь Sony Alpha 6000. Но мы убедились в том, что она нас не устраивает. Мы сейчас из-за размеров отсека нашего, достаточно большого, перейдем на Nikon с жестким объективом, который, мне кажется, эту съемку резко улучшит. Это примеры съемки лидарной, сделанной с нашего борта. Это в 3D. В общем, этим сейчас никого не удивишь. Что же классифицированное? Вот, собственно говоря, это уже статистика именно лидарной съемки. Мы ее выполняли на DLE 55 RA. У нас было два объекта в этом году. Один мы делали с «Газпром» нефть цифровые решения. Второй мы делали по другому заказчику. Не буду проговорить, кто этот статистик. Получается так, что у нас отсняли мы примерно 2280 км за 32 полета. Там были нюансы, что нам приходилось не очень много летать. Потому что были ошибки. Хотел сказать слово «косяки». Ну и косяки, наверное, связанные с тем, что где-то не хватало флешки на Sony объем съемки. Потому что он слишком большой. Где-то еще какие-то проблемы встречались. Но вот сейчас, если говорить про 22-й год с «Хонды», которым мы сейчас заканчиваем испытание. Время полета у нас 15 часов. Но я указываю рабочие с запасом 14. Среднепутевая скорость с учетом ветра, который стандартно дует, у нас по статистике получается где-то сейчас 80 км в час. Это наивыгоднейшее, когда он не расходует много топлива. И в то же время ветропробиваемость достаточно хорошая. Рабочая длина траектории. Удаление точки старта как пример дано. На самом деле можно отлетать и там на 300 км благодаря иридиуму. Вот поэтому, в общем, это чисто как пример расчетный. Значит, длина траектории, которая нужна для съемки одного квадратного километра с помощью лидара. 7 км это усредненная величина, когда размер достаточно большой, чтобы развороты на концам линии не сильно мешали. Ну и вот получается, что рабочая площадь съемки при этих параметрах можно снять 130. Вот мне не казалось слово квадратный. Квадратных километров. Ну и топливо. Идельный расход я посчитал. Получается он близок к стандартам таким авиационным. Что можно сказать, что в этом году мы готовы выполнять работу. У нас есть свои два лидара. Есть количество самолетов свободных, так сказать, мы стараемся подготовить на этот сезон. Поэтому те, кто не решается купить самолет, могут обращаться по поводу работы. Мы готовы все варианты рассмотреть. Даже готовы ехать без аванса. Но в случае, если очередь будет тех, кто будет платить аванс, естественно, мы предпочтим их, потому что без денег очень тяжело, сами знаете.